По 43 рубля. Всего Каширская. 553-й километр на Ростов. Территория стоянки с грузовым шиномонтажом. Всем привет. Вот только что предлагали... Только что предлагали топливо по 43 рубля. Значит, вот здесь оно 43. А в Краснодарском крае было вообще 37. Значит, что это за топливо? Откуда оно берется? И вообще, что это такое? Я сейчас попытаюсь вам рассказать. Значит, дело в том, что существует скрытый, альтернативный рынок продажи топлива. По всей стране, вот особенно на трассе М4 Тон, дизельное топливо можно купить за 37 рублей, за 39 рублей. И вот сейчас 43. Это очень дорого. Тогда, как на обычных заправках, дизельное топливо стоит 55. Откуда вообще появился этот рынок? Значит, дело в том, что всем предприятиям выгодно топливо покупать по безналу. Потому что, покупая топливо по безналу, списывается МДС. Значит, для того, чтобы покупать топливо по безналу, водителям фур выдаются карты. Рост нефти, лукойла, еще каких-то там брендированных заправок. И они заправляются по обычной цене, по 55 рублей, вот по этим картам. Но, выполнив маршрут, у них возникает излишек этого топлива. То есть, другими словами, из Москвы до Сочи ему, условно говоря, нужно 500 литров. А он доезжает за 300 литров. 200 литров у него остается лишних. Куда он девает? Он сливает это топливо на вот эту альтернативную заправку. И продает, к примеру, по 32 рубля. А альтернативная заправка, в свою очередь, продает ее по 37 рублей. Таким образом, все довольны. Предприятие довольное, что оно списало МДС. Водитель доволен, потому что он это топливо слил и получил за это кэш. Альтернативная заправка довольна, потому что она заработала на этом денег. А мы довольны, потому что мы заправились не по 55. рублей, а по 37. Таким образом, и волки сыты, и овцы целы. Все хорошо, все замечательно. Ну, а теперь, как узнавать, где есть такие места? Для этого нужно иметь, вот опять-таки, радиостанцию Сиби-диапазон. Вот прослушивая эфир, вы видите, что где-то это продается. Обычно это какие-то стоянки, фур, где владелец этой стоянки вырыл яму, поставил сверху кран, какой-то счетчик и наливает вам вот это топливо, которое ничем не отличается от Роснефт, но по цене 55 рублей, а 37-39 и так далее. Вот такой вот альтернативный рынок заправки, и можно сэкономить на этом до 40% на топливо. То есть, если ваш тягач ест, допустим, с прицепом, там, я не знаю, 36 литров, ну, 36-24 литра на 100 километров, ну, таким образом вы компенсируете и купите бензин не за 55 литров, а за 37-38. С вами была компания Дом в дорогу, меня зовут Константин, наш сайт домвдорогу.ру С нами интересно.